Друзья, всем привет! Меня зовут Ян Симаков, я представляю автосалон подержанных автомобилей в городе Новосибирске RDM Import. И сегодня я хотел бы вам рассказать, что нужно для постановки автомобиля на учет в 2017 году для физического лица и сколько это будет стоить. Сразу хотел бы упомянуть такой момент. Многие из нас меняют автомобили довольно-таки редко и поэтому не все знают, что с 2013 года было отменено следующее правило. Теперь не нужно снимать машину с учета с предыдущего владельца, чтобы поставить на учет уже на нового хозяина. В общем, какие документы требуются? Первое, это, конечно же, паспорт. Ваш паспорт вас как нового владельца автомобиля. Дальше идет паспорт уже самой машины, то есть ПТСК. Она должна быть у вас с собой в обязательном порядке. Что еще требуется? Если ваш автомобиль стоял на учете ранее, то возьмите с собой обязательно свидетельство о регистрации. Плюс ко всему, что еще должно быть обязательно? У вас при постановке на учет должен быть с собой полис страхования, полис ОСАГО. В Новосибирске во многих отделениях ГИБДД вашу машину не поставят на учет, если срок действия полиса менее трех месяцев. Также вашу машину не поставят на учет, если ваши права на автомобиль никак не будут подтверждены. Проще говоря, вам нужен договор купли-продажи. Если же вы действуете от чего-то лица, то есть ставите машину на учет не на себя, то вам нужна доверенность, заверенная у нотариуса. Плюс ко всему, вы будете должны оплатить госпошлину, у вас должны быть на руках квитанции. К тому же, чтобы поставить машину на учет, в окно инспектору вы должны также подать заявление о постановке на учет. На самом деле, бланков очень много различных. Я бы посоветовал сделать так. В большинстве отделений ГИБДД сейчас лежат просто пустые бланки, которые можно заполнить от руки на месте. И тогда путаницы не будет, и этот бланк у вас точно примут. Это весь список документов, которые потребуются вам, если вы физлицо и хотите поставить машину на учет на себя. Что же касается стоимости постановки на учет? На самом деле, есть два варианта. В последнее время, если вы заметили, возможно в вашем городе очень много автомобилей на номерах не вашего региона. Почему? Потому что сейчас нет необходимости менять сами железки. То есть, можно купить машину и ездить на старых номерах. Вас никто не обязывает за это платить. В общем, если вы просто хотите внести изменения в ПТС, то есть, перерегистрировать машину на себя, за это с вас возьмут минимум 850 рублей. Из них 500 рублей это будет замена свидетельства о регистрации и 350 рублей это внесение изменений в паспорт транспортного средства. Но, если вы все же решили поменять сами номера, то вам придется доплатить 2000 рублей. Друзья, на этом все. Теперь вы знаете, какие документы требуются и сколько потребуется денег для постановки автомобиля на учет. Если вы что-то пропустите, перемотайте назад. На этом все. С вами был проект Первый Видео Авторынок. Ян Симаков. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. Ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!